Настоящий педагог. Какой он? Учитель, друг, наставник. Ежегодный конкурс «Педагог года» даёт возможность людям, выбравшим делом жизни эту благородную профессию, проявить себя, раскрыть свои таланты, продемонстрировать профессиональные умения. Учитель – это профессия, которая не только позволяет детям получить какой-то объёмный багаж знаний, она помогает молодым людям почувствовать себя в становлении человека. Учитель года, воспитатель года и самый классный руководитель. Именно в этих номинациях были определены победители, что было задачей не из простых для жюри, ведь каждый из конкурсантов старался показать наилучший результат. В течение нескольких месяцев педагоги проводили открытые уроки, участвовали в творческих заданиях, шли к заветной цели. Вы выкладываетесь на все 100%, вы делаете всё возможное и невозможное, чтобы вырастить наших детей достойными своей отчизны. Их чествует в зале районного культурного комплекса, где действительно в этот день ощущается особенная атмосфера. И, конечно, творчество ребят – лучший подарок для педагогов такой день. Коллектив школы номер два внёс свой вклад в проведение этого праздника. Этот день – финальная точка пути, сложного и в то же время весьма продуктивного. Ведь в таких конкурсах педагог может раскрыть новые грани своих умений, в первую очередь выйдя из зоны комфорта. Все они – настоящий пример для подражания, и финал – уже маленькая победа. Но всё же кто станет лучшим из лучших? Вот он, долгожданный момент – объявление результатов. И здесь так сложно сдержать эмоции. Сама обстановка, то, что ни воспитатели, ни учителя, ни классные самые классные не знали, кто какое место занял. Мы скрывали это до последнего. Мы сделали всё, чтобы было ощущение вот такого откровения, неожиданности на сцене. Большая ответственность лежала перед нашими детьми, которые в нас верили, которые ждали нашей победы. Этот конкурс даёт различные возможности для своего собственного саморазвития, для саморазвития как профессионала, так и личных качеств. В том числе это одно из важных качеств – воля. Много ресурсов личных потратила. Это много времени, сил. Ну, результат, ну, оно там устоит? Конечно. Это там устоит? Да. Конечно, вот же. У этого ждут наши дети, это ждут наши родители. Это был долгий путь, и их труды не остались незамеченными. Призёрам и победителям вручили гранты главы района. Ну а коллективам, подготовившим лучших, по традиции вручил сертификаты депутат Мособлдумы Владимир Шапкин. Инновации, патернизации, я бы ещё добавил реконструкции, пристройки – это всё, что сегодня сопровождает нас с вами в повышении уровня образования в нашей стране, в нашей Московской области, в городском округе Пщёнково. Но в центре ВЭП есть и остаётся педагог и воспитатель. Анна Балиет, Лилия Тимеева, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щёлково». ПЕСНЯ ПЕСНЯ ПЕСНЯ